МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерки! Сегодня финал нашего киндер-сюрприза, такого экспериментального турнира для школьников пятых-седьмых классов. Ну вот, хотя так глянув на них и не скажешь, это пятые-седьмые, но акселерация все-таки делает свое дело. Что такое акселерация? Можете посмотреть в словаре, либо загуглить. Итак, внимание, у нас сегодня финал. Слева от меня в синих шарфах 19-я школа, капитан Даниил Галушка, питомцы Вадима Олеговича Лосева. АПЛОДИСМЕНТЫ В красных шарфах Анастасия Шаповал руководит командой 61-й школы, а Анастасию Шаповал тренирует Александр Вороненко. АПЛОДИСМЕНТЫ Слова сказаны в бой. Единственное, что могу напомнить, наша уникальнейшая телевиктория для школьников, которой нет нигде в Беларуси, существует благодаря поддержке террорадиокомпании Гомель и Гомельского областного исполнительного комитета. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ И сразу же проба сил блеф. Игра, проверка интуиции, проверка скорости. Даниил, кого отправляете в бой? Никиту. Никиту. А Анастасия? Себя. Итак, Никита против Насти. Вперед! Настя! 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 Итак, верите ли вы, что Экватор проходит через Австралию? Нет. Нет, конечно. Нечего ему там делать. Особенно радуется учитель, который, кстати, преподает географию. Верите ли вы, что собаки в Арктике впадают в зимнюю спячку? Да, Настя? Нет. Нет, конечно, чем-то. Замерзнешь, пожалуй, если впадешь. Верите ли вы, что в Шабаше должно принимать участие ровно 666 ведьм? Нет. Знаток, знаток магических обрядов. Да, вы правы. Верите ли вы, что тарелки для горячих блюд принято подавать охлажденными? Настя? Нет. Подогретыми, наоборот. Вы правы. Верите ли вы, что создатель собора парижской богоматери Ноттердам де Пави это Мишель де Ноттердам? Да. Нет, Мишель, Ноттердам это знаменитый предсказатель. Архитектурой он не баловался. Итак, после блеф игры счет 10-10. Равный очень бой. Равные команды. Дуэль игра! Дуэль игра! Дуэль игра! Итак, внимание. Дуэль игра. Прослушайте темы пяти боев и решите, кто какую тему на себя сможет взять. Итак, первый бой. Наша Беларусь. Второй. Все цвета радуги. Третий. Приятного аппетита. Ну, в ожидании сладких призов от самомойки. Общее слово. Что делать? Глаголы будут. И пятый бой. Загадки и отгадки. Решайте. Пять секунд истекли. Команды выпрямились. Данил. Наша Беларусь. На первый бой я отправляю Михаила. Михаила. А Анастасия? На первый бой я отправляю Павла. Миша против Паши. Вперед! Миша против Павла. Миша против Павла. Миша против Павла. Миша против Павла. Наша Беларусь. Это славянское племя. Жила на территории Гомельщины тысячу лет назад. Радимичи. Радимичи. Это правильный ответ. Культурная столица нашей страны в этом году город. Витебск. Нет, вы не правы. Может, Паша знает? Гомель. Гомель. Хорошо. Гомель – это вечная культурная столица Беларуси. Молодечно. Молодечно. Живи вечно. Уля Эндали. Имя этого авиаконструктора носит технический университет в Гомеле. Ну, Павел. Сухой. Сухой. Ваш тезка Павел Осипович Сухой. Вы правы. Это высший орден нашей Айчины Беларуси. Да. Медаль Янг Купала. Понятно. Нет такой медали еще в природе. Павел. Герой Беларуси. Орден, я сказал. Я же сказал, нашей Айчины. Орден Айчины. Орден Отечества. Это высший наш орден. А герой Беларуси – это такое звание. Это не орден. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Именно на этой беларусской реке прекратила свое существование великая армия Наполеона. Да. Малая Двина. Малая Двина. Нет такой реки в Беларуси, никогда не было. Павел. Западная Двина. Западная Двина. Березина. На Березине их разгромили, прижали к реке, там отдельные ручейки и в плен. 20-10 вперед выходит 61-я школа. Играем дальше. Половина студии скандирует синяя, половина красная. Как тут не вспомнить нашу тему «Все цвета радуги». Даниил, кто пойдет? Я. А у нас Насей? Я. Итак, капитанский бой. Вперед! Настя! 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 В поэме Некрасова у Мороза красный он. Настя у вас фолькстар. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу, Даниил. Нос. Мороз красный нос поэме Некрасова. Вы правы. В этот хоккей играют оранжевыми мячами. Настя! Баскетбол. В хоккей баскетбол. Интересно. Запатентуйте. Прошу вас, Даниил. Хоккей на траве. Хоккей с мячом, на самом деле. Вот и все. В хоккей на траве играют другими мячами. Играем. Болезнь Боткина или гепатит, по-простому называется. Да? Желтуха. Желтуха. Вы правы. Зеленые и гряны прозвища этой валюты. Опа. Доллары. Доллары. Доллары США, вы правы. И заканчиваем. На этом море в сказках обычно лежит сказочный остров Пуян. На каком море? И жена в зале. Да. Черном. На Черном море. На море на океане, на Черном нет. Но... В Синем море. На Синем море, конечно. Море и синее в сказках. Девица красная, молодец добрый, трава зеленая. А счет 30-20. И впереди уже 19-я школа. Вот так изменчиво. Как радуга, игровая фортуна. В Синем море. Следующий бой. Третий бой. Приятного аппетита. Сладкие призываться о мойке ждут уже за улицами. Даниил кто? Григорий. Григорий пойдет кормиться. Настенька? Герман. Итак, Григорий против Германа. Вперед. Герман! 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 Именно это заказал Буратино в харчевне «Три пискаря». Опа! Не смотрели. Не читали. Между интернами и общагой зависли. И реальные пацанами. Три корочки хлеба. Замечательные современные дети. Играем. О, а вот студия смотрела фильм, читала книжку. Играем. Это просил слон в стихотворении «Телефон». Шоколад. Что вам надо? Шоколаду. Для кого? Для сына моего. Да! Из этого нехитрого плотницкого инструмента отставной солдат приготовил сытный обед. Фальстарт. Фальстарт. У красных есть шанс? Топор. Да, каша из топора. В ящике с апельсинами попал в сказку этот литературный герой. Да. Буратин. Спасибо, Буратина уже прозвучала. У соперника есть шанс? Чебурашка. Чебурашка, да. Чебурашка. Вот так, вот так вот оговорка, оговорка, и соперник тут же реализует вашу ошибку. И заканчиваем. Кролик предлагал Винни-Пуху на выбор мед и... Морковку. Морковку? Винни-Пуху. Понятно. Может, вы ответите. Шарик. Чего? Шарик? Шарик ему предлагал пятачок. А вам что намазать? Мед или сгущенного молока? И того, и другого. И можно без хлеба. 35-30. Придевятнадцатая школа. Следующий бой. Общее слово, новая фишка нашей игры, три существительных, и к ним подбирается на этот раз не определение, а общий глагол. Общее слово, что делать? Даниил, кто у вас силен в русском языке? В русском языке у нас силен Никита. Никита. А у Анастасии? Тимофей. Тимофей. Вы уверены? Итак, Никита, пройдет. Тимофей, вперед. Тимофей! 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 Шми, миша! Тимофей, Тимофей, впереди планеты всей. Итак, поехали. Общее слово, что делать? Книгу, глаза, заговор. Читать. Читать заговор, ничего подобного. В глазах, да. Видеть. Видеть. На самом деле, раскрыть. Раскрыть книгу, раскрыть глаза, раскрыть заговор. Играем. За собой, следствие, беседу. Да. Вести. Вести, вы правы. Отлично. Свитер, два слова, ну и пленного заодно. Да. Связать. Связать, конечно. Голову объявление преступника. Повесить. Жестоко, но правильно, да. Тимофей жжет. На нет, с ума, на обочину. Да. Съехать. Съехать. Съехать на нет не говорят в русском языке. Может, Никита? Тишина? Нет. Ну, если не съехать, то сойти с ума, сойти на нет и сойти на обочину. 35-45. Тимофей выводит 61-ю школу вперед. Следующий бой. Граждане! 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 Загадки и отгадки. Сразу говорю, загадки сложные. Там не будет без окон, без дверей, полная горница людей. А вот будет чуть посложнее, но и у вас остался последний. Боец, который еще не ходил к нашей игровой стойке. Кто у вас отоденил? Это Алина. Алина. Спокойнее, Алина. Анастасия? Это Аня. Алина против Ани. Вперед! Алина! 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 Мы уже видели это противостояние несколько игр назад. Итак, внимание. Взойдет Егор выше леса, выше гор. Фальстарт. Это неправильный ответ. С горы спускается, за травой скрывается. О чем речь? Три, две, одна. Нет? На самом деле это солнце. Вот такая загадка. Играем. Мы продолжаем тему. Продолжаем такую небесную тему. Рассыпался горох на стадорог. Никто не собирает, ни царь, ни царица, ни красная девица. О! Звезды. Это звезды, вы правы. Старик-шутник. На улице стоять не велит. Домой за нас тянет. Морож. Браво, браво, Алина! Кто дважды родился? Сначала белый и гладкий, потом желтый и пушистый. Ну, представьте себе, белый, круглый, гладкий, потом желтенький, кругленький, пушистенький, милый. Цыпленок. Яйцо и цыпленок. Вот такая загадка. И заканчиваем. Хвост во дворе, нос в конуре. Кто хвост повернет, тот в дом и войдет. Что же это такое? Замок. Ключ и замок, вы правы. 40-55. Тест игра. Лидирует 61-я школа и обращаюсь к капитану 19-й Данилу Галушка. Кто у вас пойдет на наше скоростное суперцентрализованное тестирование? Я отправляю Михаила. Михаила отправляете. Анастасия? Павла. Павел против Михаила. Вперед! Паша! 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 Итак, наши термины снова. Аннулирование. Это А. Подписание. Б. Отмена. Ц. Отсрочка. Фальстарт. Прошу, Павел. Б. Б. Это отмена. Аннулирование. Это отмена. Вы правы. Система взглядов человека на природу и общество есть. А. Оценка. Б. Мировоззрение. Ц. Кругозор. Прошу. Мировоззрение. Мировоззрение. Вы правы. Вот уже 20 очков на тест-игре Павел заработал. Свод законов называется. А. Постановление. Б. Кодекс. Ц. Традиция. Прошу. Кодекс. Вы правы. Эффективный. Это А. Необходимый. Б. Действенный. И Ц. Решительный. Прошу. Действенный. Действенный, да. Вот по 20 очков заработали игроки. Посмотрим, кому достанутся. Финальные 10. Модифицировать. Это А. Наблюдать. Б. Изучать. И Ц. Видоизменять. Фальстарт. Видоизменять. Видоизменять. 10 очков ваши. 60. 85. В вашу пользу. Начинаем слайд-игру. Слайд-игра. Серьезный. Ребята, почему мы сейчас вас повеселим? Картиночка, буквка. Называйте, что изображено. И все в порядке. Даниил, кто? Алина. Алина. Алина, я в вас верю. Ася. Герман. Герман. О, это хорошая пара будет. Алина против Германа. Вперед. Герман. Все. Герман. 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 И начинаем мы с Германа. Красные у нас выигрывают. Напоминаю, смотрим на экран, отвечаем в микрофон. Герман, все для вас. Прошу. Итак, что вы видите перед собой? Авианосец. Авианосец, правильно. Хорошо, что Алине не досталось. Вдруг бы не узнала. Алина, прошу для вас. Алина. Бар. Не совсем, вы думаете? А, прошу? Может, бокалейная лавка? К сожалению, вот срез экрана перекрывает часть букв. Ну, видно. Le bistro. Это bistro. То самое французское bistro. Предприятие быстрого обслуживания, которое назвали якобы наши казаки. Играем с Германом. Герман, слайд для вас. Тишина. Три, две, одна. Алина. Что перед вами? Что, никогда не видели? А именно так выглядит, только вместо, что называется, болванки, допустим, Климович Леонид Валентинович, ведущий, город Гомель, улица Пушкина, 8, а название организации «Гомельская телерадиокомпания». Это визитная карточка или визитка. Удивительно. Закажите себе и тренируйтесь на ней. Алина, с вами? Как зовут? Гарфилд. Гарфилд, конечно. Вот такой милый котяра. Герман, играем с вами. Тишина. Тишина в зале. Три, две, одна. Алина. Драники. Драники, конечно же. Герман, ну как не узнать наше национальное блюдо. Прошу, Алина. Алина. Жир. Жир, конечно же. Алина осмелела. Пошла вперед. Герман, я верю в вас. Изба. Да, избушка на курьих ножках, изба, конечно же. Алина, что? Что это? Только не кастрюля. Я вас умоляю. Кастрюля по-другому выглядит. Ну. Тишина. Три, две. Кочело. Котел. Близко, но неправильно. Прошу. А между прочим, памятник вот этой штуки стоит в центре татарской столицы Казани. Это казан. Классический казан, в котором в том числе варят плов и кулеш. Прошу. Герман. Змей Горенович. Нет. Вы правы. Алина. Что за аппарат такой? Невероятный. Тишина. Клащ. Две. Одна. Герман. Луноход. Луноход. Да. Итак, что у нас получилось после слайды игры 140-61. 100 у нас 19-я. Риск игра. Итак, внимание, 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 внимание. Решающая игра. Риск игра. 40 очков всего разрыв. Никакой практически. Даниил Галуш, капитан 19-й. Небось, себя отправляете в бой? Вы правы. Больше всего верите в себя. Анастасия, в кого больше всего верите вы? В Тимофея. В Тимофея. Итак, Даниил против Тимофея, вперед. Тимофея! 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 Итак, наша Беларусь. Это национальный детский образовательно-оздоровительный центр на берегу озера Нарыч. Да. Это центр Нарыч. Понятно, минус 20 очков. Тимофей будет отвечать? Нет. Даниил, а вот в Зубрёнок ездили? Ездил. Ездил. А что же вы так его не узнали-то? Правильно он называется именно так? Это Зубрёнок. И счёт становится 80-140. Играем. Все цвета радуги. Эта колдунья управляла фиолетовой страной до появления девочки Элли. Да. Бастинта. Браво! Браво! Приятного аппетита! В этой сказке итальянского автора все герои съедобные. Три. Джанни Радари. А сказка-то как называют? Чиполлино. Чиполлино, конечно же. Даже автора назвал. С ума сойти. Общее слово. Что делать? Гранату, жену, курить. Бросить. Бросить, да! АПЛОДИСМЕНТЫ И счёт сравнялся. С ума сойти! 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 Итак, внимание. Загадки и отгадки. А вот теперь все будет наоборот. Я говорю отгадку, а вы мне говорите загадку. Внимание. Ножницы. Да. Два кольца, два конца, посередине гвоздик. И это правильный ответ! Итак, финал завершён. Даниил практически совершил чудо, сравнял счёт, но просто, понимаю, скорости ему не хватило на последнем вопросе. Тимофей был точнее. Итак, внимание. Сладкие призы от нашего постоянного и любимого партнёра. Самомойки на солнечное, бездная 4Г. Автохимия, ручная атомическая мойка по разумным ценам, пылесос. Всё замечательно, всё хорошо, всё качественно. Спасибо самомойке, спасибо нашей мойке самообслуживания. Мне поручено вручить вот эту вещь на финале лучшему игроку финала. У меня очень большое желание сейчас к нашим ассистентам обратиться, которые вели счёт. Но всё-таки беру на себя. Потому что и по моему ощущению, и по ощущению, я думаю, студии лучшим игроком, хоть и не выигравшей команды, был капитан Даниил Галушка. Даниил! Блестящая игра, выдержка. Ну что ж, иногда бывает лучшим игроком и капитан проигравшей. Команды Даниил, я думаю, все ваши победы впереди. Скоро мы начнём финальные игры сезона. Я думаю, и вы, и ваша команда, ну и естественно, как же без 61-й нашей школы в этих играх поучаствуют. Не забывайте нас, смотрите нас, включайте нас по пятницам без 15.7. Беларусь 3, и орудит пятёрка. Смотрим пятёрку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ